Кумтор После введения внешнего управления, доходы от разработки Кумтора в Иссык-Кульской области увеличились с 48 миллионов до 220 миллионов долларов. По словам представителей Кабинета министров Аклбека Джапарова, важнейшим событием прошлого года стало возвращение к иргызскому народу месторождения Кумтор. В этом году, как заявил глава Кабмина, государство ожидает прибыль от Кумтора в размере 500 миллионов долларов, при цене приблизительно в 2000 долларов за унцию. Многие сомневались в том, что мы сможем обеспечить работу всех производственных линий на месторождении без внешней помощи. Но мы успешно справились с поставленной задачей. После введения внешнего управления, доходы от разработки месторождения Кумтор увеличились с 48 миллионов до 220 миллионов долларов США. Год мы закончили с чистой прибылью. Отныне весь золотой запас Кумтора будет храниться в республике и работать в интересах государства и нашего народа. Это победа народа. Кумтор отныне принадлежит к иргызской республике. Это исторический момент. Глава Кабмина добавил, что золото будет добываться в полном объеме. На данный момент на месторождении имеются запасы примерно в 200 тонн золота. Но специалисты отмечают, что их больше как минимум 300 тонн драгоценного металла. Все эти запасы полностью перешли в пользу кыргызского народа. Эксперты отмечают, впервые с приходом к власти президента Садыра Джапарова были предприняты решительные шаги для извлечения максимальной выгоды от месторождения для Кыргызстана. Большие экономические проекты и увеличение зарплат многим работникам социальной сферы связано именно с результатом государственного попечительства над золоторудным предприятием. Что удивительно, сменилось 31 правительство, и никто из них не смог поставить задачу о том, чтобы взять на себя кумтур. Впервые нам удалось во времена Садыра Джапарова решительный такой шаг, когда ввели посторонное управление кумтуром. Кумтур будет спокойно служить, если нам 30-50 лет даже могут работать, потому что еще до конца не освоено даже само золото. Потому что по прогнозам там должен быть тысячи тонн золота. Мы взяли только 400 тонн. 300 тонн еще у нас подкрепленные запасы. Еще 300 тонн лежат там вокруг. Представляете? То есть для геологов, сейчас молодых ребят надо, молодых геологов готовить, притом зарплату вот этим ценным металлом, как вот палати, там серебро, там платина и так далее. И они будут ищущать. Ранее канадская компания Центера Голд не выплачивала в бюджет страны ежегодный налог на развитие минерально-сырьевой базы в размере 4% от выручки. На кумторе и других месторождениях золота и иных ископаемых очень важно продолжать добычу с учетом минимального воздействия на экологию. Впервые в истории Кыргызстана был создан национальный холдинг «Наследие великих кочевников». Он будет работать во благо страны, оптимизируя горнодобывающую промышленность Кыргызстана и охватывая все крупные проекты. Аналитики говорят, что общественность не доверяет иностранным инвесторам и что создание этой компании является хорошей новостью для общественности. Эта корпорация была создана впервые в Кыргызстане, такой холдинг. И то же самое, если будут созданы условия для прозрачной работы корпорации, это, конечно, принесет только благо. Когда это наше национальное уже будет холдинг, то, наверное, население будет более склонно, благосклонно относиться к работе таких компаний, поскольку они будут работать уже с учетом экологических требований, с учетом социальной экономики, будут реализовывать какие-то, наверное, социальные проекты в большей степени. Рост производственных показателей в 2021 году в первую очередь связан с обеспечением бесперебойного введения горных работ в период временного внешнего управления. Все работы на руднике Кумтор ведутся с соблюдением техники безопасности. Рашид Алиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.